Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы с Михаилом Волгиным. И сегодня мы поговорим на тему «Бить или не бить?» Тема о физических наказаниях детей. Приветствую, Михаил! Приветствую вас, Андрей! Итак, для начала прямо, а потом уже будем обсуждать. Бить или не бить? Не бить. Не бить? Да. Почему? Это агрессия. О, как! А если я скажу, что это воспитание, это что-то изменит? В вашем представлении да, но вы попробуете объяснить это ребенку. Все ли надо объяснять ребенку? Нет, не все. Только то, что его касается. Правильно. Если вы наказываете ребенка, это что, даже его не касается? Это его касается. Он должен понимать, за что. Да, без сомнений. Я могу объяснить, за что. Но тогда, если он это понял, тогда зачем? Тогда зачем? Как только он это понимает, это перестает быть агрессией, становится наказанием, которое он либо принимает, либо не принимает. Собственно говоря, все. Ну, хорошо. Если он это понимает, у меня встречный вопрос. Тогда зачем его наказывать, если он все понял? А, потому что некоторые вещи понимаются, к сожалению, только после наказания. А я думал, что после наказания люди только ожесточаются. Нет, практика показывает обратное. Практика показывает обратное тому, что вы говорите. Хорошо. Ну, жду примеров. Примеры? Они повсюду ходят. Вот. Люди, которые не могут принять, например, авторитет начальника на работе. Так. Значит, скорее всего, там что-то было такое в детстве, когда ребенок не смог принять авторитет своего отца, который насаживал этот авторитет силой. Ну, или матери. Предположение психолога, не более. Реальность. Поищите. Вот за эту ниточку потяните. Дальше, дальше, дальше. И, как говорится, все мы родом из детства. Это единственный ваш довод? Ну, нет, конечно. Жду еще. По мне слабый. На самом деле, если ребенка наказываешь, то это формирует в нем, скажем, некое такое... Опять-таки, некую неспособность брать ответственность на себя. Со стороны кого? Со стороны ребенка брать ответственность на себя за свои поступки? Или со стороны взрослого брать ответственность на себя за воспитание ребенка? Ребенок подавливается. То есть, когда вы ребенка наказываете, вы в нем подавляете личность? Нет. Совершенно не обязательно. Можно по-разному это сделать. Помните, мы как-то обсуждали с вами тему по поводу созависимости, и там речь была о том, что иногда нужно, как вы тогда сказали, отстраниться с любовью. Разве это не было в некотором роде наказание? Ну, давайте просто тогда прояснять, что речь идет о наказаниях. Ребенок должен знать, что все, что он делает, это имеет свои последствия. Естественно. Вот он сейчас, например, потратил эти 10 рублей, соответственно, на мороженое у него уже ничего не будет. Логично. Вот. Если ты хочешь перекусить, хорошо, перекуси, но потом ты останешься там, например, без обеда. Таким образом, он учится взрослеть, он понимает реальность жизни. Да, естественно, как правило, наказание-то бывает не за те естественные вещи, которые он волен решать сам. Ты дал ему карманные деньги, и он сам решил, куда их потратить, и получил от этого последствия того выбора, который он сделал. Да. Наказание, особенно физическое, чаще всего применяется в том случае, когда ребенок приступает определенные запреты, которые были установлены родителям. И это правильно. Если последствий нет, то тогда никакого воспитания не сработает. Логично. Ему должны сказать... Должны обязательно наступить последствия. Да, должны обязательно наступить последствия. Это воспитание последствиями. Очень правильное воспитание, которое делает из ребенка человека. Замечательно. И какие вы предлагаете последствия? Я предлагаю последствия, значимые для него. Так. То есть, например, любит он там играть в тетрис. Значит, надо сказать, что если, например, не уберешь, то останешься без тетриса. Хорошо, замечательно. Но это могут быть разные последствия, но только это не должны быть агрессивные последствия для него. И ни в коем случае не наказание отстранением и не наказание едой. То есть это очень важно. Не наказание отстранением? Да. Ребенок должен знать, что вы будете продолжать с ним общаться. Ну, может, и с предыдущей, да. Хорошо. И не наказание едой? Да. И не наказание, я так понимаю, еще физическое? Конечно, да. Потому что это агрессивное наказание. Он вместо того, чтобы понять, он наоборот озлобится еще больше. Хорошо. Но в таком случае вы предлагаете наказание, которое на самом деле является наказанием психологическим. Это не психологическое наказание. А что же это тогда еще? Вы отнимаете у него любимую игрушку? Нет. Это психологическая травма. Он в ни в коем случае. Он сам ее у себя отнимает. О, да, именно. Да. Это последствия его выбора. Да. Он выбрал быть наказанным. Да. Наказание было озвучено заранее. Он выбрал быть наказанным. Да. Сознательно, несознательно, подумав, не подумав, это вопрос уже 25-й. Он совершил, приступил тот закон или запрет, который был установлен родителями. Получает то наказание. Сознательно, чтобы не просто установлен родителями, а как бы обговоренный с родителями. Естественно. Чтобы он с этим согласился, чтобы они обсудили, сказали, ты согласен, что это справедливое правило, например, чтобы ты не возвращался после 10. Вы знаете, не соглашусь с вопросом, обсужденных заранее. Когда у нас... Это да. Подождите. Когда у нас речь идет о подростке, который может вернуться в 10 или в 11, и ты говоришь ему, когда он должен вернуться, к тому моменту физические наказания, естественно, должны уже уйти. Хорошо, давайте о детях. Когда мы говорим о детях, которым 3-4-5 лет, и там совершенно другие критерии, не все вещи можно с ними обговорить. Хорошо, хорошо. Очень многие вещи ты пытаешься с ним говорить, и говоришь, хорошо, вот такое правило. На такое наказание ты согласен? Нет. А на такое согласен? Нет. Ни на какое не согласен. Ему само правило не нравится. Естественно, ни на какое наказание он согласен не будет. Согласен, да. И здесь ты, как классный родитель, говоришь, все, вот правило, вот наказание. Некоторые вещи не обсуждаются с детьми, в принципе не обсуждаются. Правила с детьми не обсуждаются, наказания с детьми не обсуждаются, они устанавливаются. И дети информируются о том, какие существуют правила в этом доме, какие существуют наказания в этом доме. Когда они достигают определенного возраста, тогда да, тогда я согласен, можно некоторые вещи начать с ними обсуждать и видоизменять, в зависимости от их участия. Да, 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 я именно это имел в виду, но давайте вернемся к детям. Хорошо. Я считаю, что должны быть физические наказания в определенных случаях. Вы считаете, что физические наказания не место вообще в вопросе воспитания. Но вместо этого вы предлагаете эмоциональные наказания, которые, как я считаю, могут оказаться гораздо более с далеко идущими вредными последствиями, чем физические. Ну, это не так. Могу объяснить. Попробуйте. Просто, когда речь идет о последствиях его выбора, то в этот момент происходит именно действительно процесс воспитания. Когда родитель последовательный. Он сказал, что тогда лишишься этого, и он это выполнил. Если не выполнил, то это вообще не родитель. Тогда ваши дети будут расти во вседозволенности, и у вас будут потом большие проблемы с ними в старости. Да, когда мы говорим о том, что... Потому что человек без царя в голове, без правил, без рамок, это все понятно, да? Нельзя позволять родителям, то есть детям манипулировать родителям. Обязательно должно быть. Ни в коем случае нельзя. Тут просто вставочку нужно вставить, да, что если ребенок в магазине кричит, ложится на пол, хочет игрушку, то это как раз-таки тот случай, когда не надо покупать эту игрушку, потому что ребенок начинает понимать, что он главный в семье, правильно? Нет, это тот случай, когда он не начинает понимать, что он главный в семье. Это тот случай, когда он уже давно знает, что он главный в семье. Да, тут вы правы, да. Там все... Тут я согласен. Нет, я скажу так. Там за розгу забыли давно. И более того, сейчас, вот исходя из вот этой ситуации, очень сложно что-то предлагать, какой-то вариант. И вполне возможно, что физическое наказание останется единственным средством вообще возвращения этого ребенка в нормальную жизнь. И то это будет очень долгий процесс. Но я не буду разбирать эту тему. Вернемся к нормальной ситуации. Хорошо. В нормальной ситуации царит принцип «все лучшее взрослым». Хорошо. То есть дети должны... Я согласен, да. Действительно, если вы хотите, чтобы они были счастливы, то они должны знать, что они в семье не главные. Что есть понятие «семейный бюджет», что есть приоритеты, что есть какие-то планы, что есть проблемы с работой. Вы это все объясняете трехлетнему ребенку. Да. Ребенка нужно с самых ранних лет вовлекать в эти все вопросы, чтобы он адекватно оценивал ситуацию. Что мы это себе можем позволить, а мы не можем. И также у него должна быть своя собственная копилка, свой собственный бюджет, чтобы он знал, на что он может себе потратить, на что он не хочет. Если сейчас все спустят деньги, скажем, на одно... Забудьте за деньги. Трех-, четырех-пятилетний ребенок, даже если имеет свою копилку, он в один магазин все равно не пойдет. Нет, ну понятно. Но я уже, честно говоря, тут по ходу дела разные возрасты мешаю. Давайте возьмем самый маленький. Потому что... Давайте о маленьком, да. Физические наказания, они, на мой взгляд, важны именно вот в этом раннем возрасте. Слишком ранним это бессмысленно, слишком поздним уже поздно. А вот чаще всего они необходимы именно здесь. То есть мы говорим о детях, которые уже понимают, с которыми мы можем разговаривать, правильно? Да, мы с ними можем разговаривать, но они далеко не все понимают. Много ли понимает трехлетний ребенок, умеющий разговаривать? Мы говорим о том, что все дети умные. Да. Вот. И давайте относиться к ним как к умным, и давайте относиться к ним как к взрослым с самого детства. Угу. Потому что если вы просто шлепаете ребенка по попе, когда он всякий раз что-то сделал не так, вы относитесь к нему как к ребенку, который вообще какой-то дурень, он не знает, не понимает, что делать. Чаще всего это сопровождается именно такими словами. Почему вы утрируете физические наказания к наказаниям, которые не объясняются за что, которые делаются в гневе, которые делаются в агрессии? Это же совершенно не обязательно. То есть с этим все понятно? Наказание нельзя проводить в гневе и агрессии. Вы с этим согласны? С этим я согласен однозначно. Хорошо. Но это не значит, что физические наказания всегда проводятся в гневе и в агрессии. Я понимаю, о чем вы. Я хотел бы уточнить. Тогда сразу же, я секундочку, пока вы об этом заговорили. Но само по себе физическое наказание – это уже проявление агрессии? Любое наказание – проявление агрессии в таком случае? Ну нет. Если ты говоришь… Физическое наказание причиняет боль. Агрессия в этом плане? Психологическое наказание тоже причиняет боль. Тогда это тоже агрессия. Но, понимаете, ни один ребенок не хочет, чтобы его наказывали. Естественно. Он не хочет, чтобы его наказывали. Но когда, если он что-то делает неправильно, то он уже заранее знает о том, что, скажем, он будет лишен той или иной игрушки. И это немного другое. И ему может оказаться наплевать. Когда вы не сделали чего-то… Давайте проведем разницу. Когда вы не сделали чего-то или вы сделали ему что-то плохое. Не сделать хорошего и сделать плохое – это все-таки не одно и то же. Давайте поговорим еще о том, что дети-то разные бывают. Это однозначно. И то, что может сработать на одного ребенка, не сработает на другого. Говоря об этом, приведу в пример своих. Вот трое детей у меня есть, и все три абсолютно разные. И если одному из них примерно в этом возрасте, 3-4 года, было достаточно сказать слово или грозно посмотреть, или резко как бы пригрозить даже. Этого было более чем достаточно для того, чтобы решить любую проблему. Вот. Ребенок понимал, что он сделал неправильно, он осознавал эту проблему, можно было поговорить, обговорить. Все. Дальнейшего наказания, в принципе, не требовалось никакого, потому что ребенок осознавал. Другой ребенок не воспринимал это совершенно. Вместо этого становился в позу и закрывался. Любое дальнейшее наказание приводило к чему? К ожесточению. К ожесточению. Причем абсолютно неважно какое. Физическое наказание, психологическое наказание, любое приводило к ожесточению. Что нужно было делать? Надо было и идти, и разговаривать, и проникать вот туда, вот туда, вот туда. Потому что даже слово, сказанное резко, хотя и законно, вызывало закрытие этой личности, и надо было пробираться в эту очень закрытую личность. Реально пробираться с малого. И ушло много времени на то, чтобы пробраться, прежде чем этот ребенок начал воспринимать. Вот что делает мудрый, любящий родитель. А вот теперь третий ребенок. Он заботится о том, что внутри ребенка, и он пробирается, пробирается деликатно. А вот теперь третий ребенок. Не подавляя его личность. А вот теперь третий ребенок, который ведет себя в противовес, он сознательно приступает к границе, как бы проверяя, что ты будешь делать. И когда ты его наказываешь, скажем так, добрыми наказаниями, как вы говорите, психологическими вот такими, отбирая одну игрушку, запрещая что-то, не давая там какой-то еще возможности или еще привилегий каких-то лишая, вот, ему все равно он продолжает это делать. В итоге, закрепляя свою значимость, что он может с минимальными для себя потерями продолжать нарушать запреты. С каждым нарушенным запретом одними тем же. Как вы считаете, наказание должно быть более жестким следующее? То есть, если ты ему сказал один раз, вот это не делай, будет то-то, он делает, ты выполняешь, ты продолжаешь, не делай этого, потому что опять будет то-то, он опять делает, ты опять его выполняешь, понимаешь, наверное, этого мало. Ты говоришь, если ты третий раз делаешь, будет что? Будет посерьезней. Он опять делает. До какого момента можно растягивать вот эти психологические наказания? Или в один момент проще взять розгу, или ремень, или просто рукой по попе, и что получится? И получится эффект, который, вау, вдруг сработал с первого раза. Хотя наказание по вот уровню воздействия кажется минимальным. Когда я все это вижу, а потом открываю Священное Писание, написано, Бог наказывает всякого ребенка, которого любит, и причем там под наказанием стоит слово, он бьет всякого сына, которого любит. То есть физическое наказание. И рекомендация для родителей, то есть отец, который розги бережет, он не любит своего сына. И вы хотите сказать, что нам нужно отрешиться от физического наказания? Да, я, по крайней мере, как минимум хочу сказать, что их нужно использовать в самых крайних случаях и в исключительных случаях. И думаю, что таких случаев исключительных практически не должно быть. Потому что рукой бить это вообще установленный факт, что это не следует делать, потому что ребенок воспринимает это как личное, да, что ты лично его бьешь. А он не может абстрагироваться и подумать, что ты его наказываешь за что-то, он думает, что ты его не любишь просто, лично его. По поводу скорости воздействия, тут я тоже скажу, что лучше уж потратить время на объяснение, чем потом тратить годы на то, чтобы этот ребенок отошел и вернулся в нормальное состояние. Не на всех детей они работают. В этом-то как раз и суть. Что к каждому ребенку свой подход. И к одному ребенку достаточно поговорить, к другому ребенку нужно наказывать психологически, а третьего ребенка нужно наказывать физически. Это разные дети, разный подход. Вот. И грамотность родителей, на мой взгляд, заключается в том, чтобы грамотно подобрать этот подход. Важно так воспитывать ребенка, чтобы в его сознании не исказился образ Божий, чтобы он всегда осознавал, что даже если он неправ, то его родители все равно любят и принимают таким, какой он есть. Потому что если с самого детства показать агрессию, то такому человеку потом очень сложно будет поверить в любящего к Богу. Спасибо вам, Михаил. Спасибо вам, дорогие друзья. Надеюсь, вы продолжаете верить в любящего к Богу и сохраняете образ Божий в самих себе и в своих детях. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok